Добро пожаловать в Warface, братишка! 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 Добро пожаловать в Warface! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Кейс за победы был куда интереснее, да! Есть еще кейс, знаете, такой прям манящий, со случайным оружием. И дело в том, что вот в этом кейсе награды, извините меня, мега-нагид! Да при всем при этом, стоит этот кейс вообще понты! То есть его можно будет крутить и крутить, и нихрена не выбивать! Потому что я уже покрутил, наверное, штучек где-то 7-8 кейсов, и пока что нихрена не выбил навсегда! Да! Конечно, в потенциале, на самом деле, он может оказаться очень крутым. Я не буду на него ничего плохого наговаривать, но пока что к нему есть один самый большой, самый главный вопрос. А какие там шансы? Реально кто-нибудь что-нибудь из него выбил, годного или нет? Напишите в комментариях свой опыт, если вы уже купили дополнение и открывали данный кейс. У меня, с одной стороны, действительно, прямо, знаете, так вот, глаза горят на него, а с другой стороны, я очень скептически отношусь. Мне кажется, что шансы здесь какие-то супер мизерные. Из интересного у нас, конечно же, еще остались кейсы с внешностями и кейс с камуфляжем. И сразу скажу, что кейс с внешностями, это, извините меня, полная жопа. Ну, по моему мнению. Дело в том, что здесь высокие цены. Это самый дорогой кейс из всех. А фишка в том, что, я думаю, некоторые люди будут очень много потеть, очень много задротить, выбивать специально эти кейсы, а потом продавать их на торговой площадке. Но фишка в том, что таких людей будет ни один и ни два. А значит, опять же, будет демпинг цен. А это, в свою очередь, означает, что легче не париться, открывать другие кейсы, а потом, из-за большой конкуренции, данные скины упадут в цене внешности настолько, что их можно будет за сущие копейки купить на торговой площадке. И не парить себе мозг. Самый нормальный кейс, это кейс, конечно же, с камуфляжами на оружие. Почему нормальный? Потому что есть какие-то кейсы, как тот же кейс со случайным оружием. Он вроде как классный, но к нему есть вопросы. А вот к этому кейсу вообще никаких вопросов просто нет. Вот он кейс, вот они камуфляжи. Они действительно выпадают. Все, все ясно, все понятно. В принципе, наверное, самый прозрачный, самый понятный. И я думаю, будет, возможно, самым популярным данный кейс. Рачишка, а что там по заданиям в этих самураях? Вокеп, это достаточно интересно. Задание, друзья. Задание в самураях, в принципе, должен признаться честно, меня удивили. Я думал, что будет геморрой полнейший. Будет жопа, будет, блин, хуже, чем той же Гаргоне, будет не очень. Но посмотрите только, я поиграл только мясорубку и выполнил чуть меньше половины всех необходимых условий для получения ресурса. Скажу вам так, друзья. Если вы, как и многие в этой игре, будете играть онли мясорубки и онли подрывы, то есть мясорубки и подрывы, то, в принципе, половину или даже чуть больше заданий вы чаще всего сможете закрывать. Также, если вы будете бегать какие-нибудь ложки и проходить даже легкие спецоперации, опять же, вы будете закрывать больше половины. Ну, при условии, что вы, опять же, бегаете мясо и играете подрывы. То есть, в принципе, для большинства игроков, которые не хотят париться и играют только мясо и подрыв, а именно РМ, эта покупка будет вполне разумной. Если плюс к этому вы еще любитель побегать хотя бы те же с ложки или сбегать какую-нибудь одну спецоперацию в день, то вообще никаких вопросов. Я думаю, что темный самурай вас вполне устроит. Я бы мог чему-то придираться, но понимаете, я же говорил, что, в принципе, меня все эти DLC никогда шибко не интересовали. Да и зачем вообще чему-то придираться в этой игре? Тут, в принципе, уже все. А старые DLC, пусть и с крутыми наградами, меня бесили, потому что я должен был выполнять задания, которые мне нахрен не интересны. Просто вот я играю в свою мясорубку и могу РМ поиграть. Все, мне не интересно еще куда-то идти, могу с ложку пойти по кайфу поиграть, но заниматься какой-то дрочью там, давать броню, ставить мины, выполнять какие-то непонятные задания в стиле убить на миссии профи 20 читоносцев в прыжке в голову, это не для меня. Я сюда играть пришел и получать удовольствие. И, в принципе, темные самураи, с этой точки зрения, я просто играю, даже не смотрю особо на задания, время от времени захожу на сайт, открываю кейсы за победы и открываю кейсы за ресурсы. В этом плане меня лично самураи вполне устраивают. Если вы придерживаетесь такого же мнения, как я, то есть вы не собираетесь ничего специально выполнять, а просто играете в любимые режимы и в эти режимы входит мясорубка РМ, то я думаю, темные самураи вам понравятся. Ну давай, ебутешка, что ты там задумал насчет баланса? Что касается баланса и монетизации в игре, давайте посмотрим на такие игры, как там танки, самолеты, вот это все, да? И на Warface. И мы заметим, друзья, что со временем танки и самолеты хоть, может быть, и утратили какую-то свою популярность, но там вообще по 8-10 серверов, и тем не менее, эти игры чувствуют себя намного лучше, чем Warface. А есть еще одна категория игр. Это полный фри-ту-плей, а-ля Iron Sight. И, как мы знаем, такие игры загибаются. В СНГ им ничего не светит. Кто-то говорит это, потому что наши люди немного зарабатывают, и они не могут себе позволить, как бы, просто вкладываться в скины. Но серьезно, ребят, я вас умоляю. Вы не можете вкладываться в скины, потому что это для вас слишком дорого, и у вас небольшая зарплата. Но почему-то ты спрашиваешь обычных работяг в Warface, и они вкладывают такие суммы, что людям в абсолютно бесплатных проектах даже и не снилось. То есть люди, которые говорят, что они не могут донатить на скины, на чисто визуал, они донатят на реальный донат тысячи, иногда десятки тысяч в Warface, в Пайтувине. Логика? В общем-то, не будем глубоко туда углубляться, входить в эту тему. Почему? Как? Венталитет? Привычки? И так далее, и тому подобное. Но надо заметить, что появились кое-какие изменения в последние годы. Наблюдается, скажем так, прогресс, что ли, в сторону западных каких-то, может быть, ценностей игровых. А именно, Pay to Win, как таковой жесткий, как в Warface, он начинает отмирать. И хотя мы еще не пришли вот именно Only Visual туда, в запад, но то, что люди наши с каждым днем все больше ненавидят истины Pay to Win, это правда. И теперь снова возвращаемся к танкам и самолетам. И обращаем внимание, какая практика хитрая проводится там. А там все очень просто. Там вроде бы и не Pay to Win, но и не Free to Play. Ты можешь, если ты задрот, своим задротством открыть все самое лучшее, получить там лучшие какие-то танки, фишки и так далее. И будешь играть наравне с донатерами. А можешь просто заплатить и получить все сразу. Так вот, самое интересное, что у Warface есть возможность изменить свой стиль монетизации и пойти туда, навстречу игрокам. И со временем, как ни странно, я думаю, только в пользу себе. И это, друзья, та механика, то, что было введено уже в Warface. И это гениальное было решение. Это карточки. Да, именно эти самые карточки, в которых кинетики находятся, в которых Бильбо находится, все вот это. Если постепенно отказаться вообще от коробок удачи за кредиты, изменить ветку поставщиков и сосредоточить весь оружейный геймплей, все новинки, все вводить именно в карточки, тогда, с одной стороны, получаем меньше бомбежа людей. С другой стороны, если все вокруг карточек, туда можно новые имбы вводить, так называемые. И опять же, даже тот, кто не донатит, сможет их со временем, пусть и не быстро, но получить. Да и зачем вообще чему-то придираться в этой игре? Тут, в принципе, уже все. Да. И в-третьих, сама прибыль для разработчика, для вас, разработчики, с карточек вырастет многократно. Потому что, если в карточки будут вводить не просто какую-нибудь пушку, типа М4 Кастом, а какой-нибудь условный киллтек или чапу, вместе с SICK MPX, то все те, кто хочет нагибать ни завтра, ни послезавтра, а здесь и сейчас, однозначно будут крутить карточки, либо просто покупать их в игровом магазине. Таким образом, Warface, пусть и не на 100%, но уйдет от привычного Pay2Win, который откровенно игрокам надоел. И уже никто не сможет показать на нашу игру пальцем и сказать, что там Pay2Win и без денег ты никогда ничего не получишь. Это будет неправдой. Для этого надо, первым делом, изменить, конечно же, легендарную ветку, чтобы к тому моменту, когда человек начинает открывать эти карточки, он уже имел какое-то более-менее нормальное оружие для геймплея, даже для рейтинговых матчей. Поэтому предлагаю такую ветку, как обычная, и, может быть, даже редкая, вообще убрать из поставщиков. То есть, как только игрок зарегистрировался и прошел тренировку, в награду он получает все это оружие на склад. Так, соответственно, ветки сдвигаются вниз, и у нас легендарная ветка становится полностью пустой. Туда ставим какие-нибудь, опять же, Scorpion EVO, AX308, какой-нибудь Typhoon, кстати, можно из карточек убрать и туда засунуть. То есть, ставим туда уже не самый топовый, но, в принципе, такой донат, с которым при гибких клешнях более-менее тащить, в принципе, можно. Таким образом, игроки получают нормальную ветку поставщиков, уже с более хорошим нагибным оружием, а всю имбищу запихиваем в карточки. У кого есть время и терпение, может постепенно все это открывать с твоим трудом. Соответственно, онлайн в игре растет многократно. Ебать, я такую фантастику порой несу, сам ваху. Все эти люди, которые не могут или не хотят платить, не видят в этом смысла, они начинают очень много играть, очень много. Оживает РМ, больше там противников, больше разнообразия. Оживает паблик, оживает ПВЕ. Все это оживает. Придумать механики, чтобы за все это хоть немного какие-то крохи карточки тоже капали. Оживает в целом наша игра. Да и зачем вообще чему-то придираться в этой игре? Тут, в принципе, уже все. Да. А поскольку она оживает, онлайн возрастает, то и продажи растут. Тех же карточек многократно будут расти. Потому что теперь вместо коробок удачи за кредиты, вся эта имба, вся будет либо коробки с карточками, либо покупка карточек и так далее. То есть разработчики от такого хода, да, это надо иметь смелость, это надо иметь яйца. Но пора понять, вот тот путь, которым вы идете, он тупиковый. Вот оно так по наклонной и будет идти. Все ваши эти ивенты, летние охоты, охота на блогера, какая-нибудь новая фэнтези лига, ничего это не даст. Закажете новую рекламу у PewDiePie, ну, вырастет на месяц онлайн в этой игре, а потом снова разбегутся. Времена изменились, менталитет у людей меняется. Пора что-то делать. Пора делать игру современную, с современной монетизацией, с современным подходом к людям, к игрокам. И когда вы это поймете, то, возможно, действительно, будут существенные изменения. И еще одно важное замечание на будущее. Вы уже сами не скрываете, все прекрасно знают, разработчики из Blackwood Games, что вы делаете новую игру. Это не только вам обращение, но и мейлу. Вот когда эта игра выйдет, то постарайтесь, ну, хотя бы такую монетизацию сделать. Не надо делать монетизацию опять на коробках анальную. Вот честно, в 2000-е каком-нибудь, когда она там выйдет, в 22-м году, я уверен, это уже не прокатит. И какая бы классная не была ваша игра, на тот момент будут еще другие игры, и конкуренцию с ними, только благодаря монетизации, вы никак не потянете. Ну, а вас, дорогие игроки, я прошу высказать свое мнение, как о темных самураях, так и о моем приложении. Что вы об этом думаете? Что вы думаете об этом DLC? И что вы думаете, сможет ли такая монетизация сделать Warface Грид Агент? Ну, а так, в любом случае, если данное видео вам понравилось, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйти чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Я, кстати, чешу. Во, красава. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы, ребятки, увидимся с вами. Да и зачем вообще чему-то придираться в этой игре? Тут, в принципе, уже все. Да.